здравствуйте друзья утренний вопрос на канале доброго времени суток михаил давно смотрю ваши видео на ютюбе и тогда значит прошу вашего совета как бросить стены в кавычках бросить стены живу краснодарском крае на данный момент помог родителям продать дом в станице живу с женой двумя сыновьями с родителями за не так большой семьи продал для того чтобы переехать в город когда дом продавали все было обговорено и обсуждено семейно а сейчас я вижу как родители да и сам нахожусь в унынии из-за того что жалко дом так с большой буквы дом в нем прожило не одно поколение нашей семьи но жить в станице очень трудно тем более мне я по образованию юрист работа на огороде не моё а работать по профессии в станице негде нас всех буквально держит стены в кавычках то держит стены к тому же идет спор куда ехать я хочу или в сша или в краснодар родители хотят москву подмосковье так как там из всей российской федерации нормальные заработки не осуждайте за совместную жизнь с родителями по национальности я цыган и один сын это значит что мне нужно жить с родителями традиции такие но я я лично не осуждаю совершенно даже в мыслях небо да и я не представляю жизни без них так люблю хорошо смотри как хорошо уделить пожалуйста время важно услышать мнение спасибо добавлю что мне 26 лет работать по профессии в россии тоже довольно непросто просто нет связей для моей профессии плюс национальность тоже мешает поэтому и думаю о переезде в сша очень жду вашего youtube ответа да давайте все же поговорим и так давайте я попробую сформулировать что я понял из письма есть большая семья ну относительно большая то есть несколько поколений три поколения есть дедушка с бабушкой есть молодой человек с его женой и двумя детками то есть их уже там шесть человек получается и они не разлучаются как семья они все вместе они живут вместе они раньше жили вместе они дальше собираются жить вместе и они ищут куда им переехать вместе у них расходится мнение но все таки они вот мы имеем дело с семьей из шести человек которая ищет оптимальное решение причем если парню 26 лет так у него родители могут быть вполне молодые и дееспособные то есть родители может быть там по 50 да если он свои 26 уже имеет двоих детей так может быть и его родители тоже абсолютно вот как бы работающие энергичные и деятельные люди дальше проблема делится на две части как я ее понимаю часть первая не требующая ничего кроме но как бы сочувствия и понимания то есть есть дом в нем жили несколько поколений и этот дом приобрел какое-то вот такое важное значение в жизни этой семьи он с большой буквы дом пойти и вот они с ним расстаются с этим домом а у них так много связано и в общем конечно особенно у старшего поколения у родителей да то есть они то они то больше в нем прожили в общем ну да понятно что переживание в в английском есть такое слово глагол такой а ту опрут опрут да то есть как бы выдернуть с корнем и вот это это слово употребляется вот зачастую в таком смысле как лишить корней вот да там скажем то опрут мои children of my children то есть вот они выросли где-то семья и вдруг раз их куда-то все уехали его значит лишили корней ну хорошо значит вот у них вот это вот проблема имеет место но она как бы принято то есть это просто нужно пережить да то есть все согласны с тем что в станице станице надо уезжать ну вот куда давайте теперь с куда будем разбираться значит все таки из тех трех точек которые у нас там намечены для рассмотрения значит сша москва подмосковья и краснодар значит из этих эти три точки они как бы не равноценны по степени ну как бы по легкости что ли достижения то есть допустим переехать краснодар переехали в краснодар там купили дом или сняли там чего-то нет москва подмосковья тоже не страшно граждане российской федерации взяли поехали там конечно подмосковье дешевле вот особенно я не знаю там на электричку сел в москву на работу как бы решаемый вопрос то есть выбор между москвой подмосковьем и краснодаром я думаю что родителям как интересно слушайте родители говорят так если уже менять то серьезно менять да поехали в москву подмосковье видимо они работающие еще им хочется чтобы работа была это значит казалось бы родители должны были бы стремиться где-то рядышком тогда краснодар там рядом нет они тоже меняем уже по большому счету меня значит как бы сын в этом смысле даже более консервативные получается вот ему нравится краснодар краснодар но если уже менять эти для родителей если уже менять так менять это москва подмосковье для сына менять так менять это уже америка это кстати тоже понятно то есть он как бы готов к большим приключениям чем родители это это понятно значит попасть в америку да еще семье из шести человек да еще там как-то адаптироваться устроиться и так далее имея ввиду что родители рабочего возраста а так может им еще и лет 15 16 а то и 20 тут работать сша это конечно задача более сложная потому что мы не знаем ничего про уровень владения английским там молодого адвоката до родители тоже наверняка не владеют никак и и вряд ли когда-то так сильно разговариваться поэтому их трудовая так сказать судьба соединенных штатах есть если каким-то образом удастся доехать это отдельно будет сведена к чему-то очень такому простенькому примитивненькому хотя мы не знаем чем они занимаются дома занимались всю жизнь поэтому может быть для них это будет вполне таким нормальным и естественным я не знаю то есть кем они были но тут возникает серьезный вопрос который стоит даже не пол царства всего царства значит а как как им шестерым то в америку попасть вы знаете даже если мы берем какой-нибудь случай типа выиграли батарею green card вот кто-то из родителей смысле из молодых родителей кто-то выиграл но хорошо они могут ехать они даже могут взять с собой детей но родители это они тогда на 5 на 6 лет должны оставить пока они смогут привезти вот и получается что по правилам игры это не очень как бы камильфо то есть это как бы нет не рассматривается хотя конечно родители в такой ситуации могли бы сказать ребята вы пока езжайте а мы через пять лет подъедем то есть есть масса родителей которые в такой ситуации скажут а чё давай я абсолютно далек от знания понимания вообще какой-то информации о том как допустим живут цыгане какая традиция и так далее я на самом деле оседлых цыган своей жизни даже не видел я вырос в москве и частенько видел даже не в городе а больше на вокзалах таких знаете кочевых больше такой народ передвигающийся вот это я видел там дай погадаю судьбу знаю там и так далее то есть я знал что есть кочевые цыгане я знаю что есть цыганские колхозы к там коневодческие там еще что-то но я не столкнулся поэтому мой опыт нулевой поэтому я не знаю насколько например было бы возможным чтобы родители ему сказали знаешь чего давай езжай мы через пять лет подъедем они еще молодые деятельные у них сил много не знаю судя по тексту письма получается что это не вариант ну хорошо значит а что тогда вот как семья из шести человек может вообще оказаться в америке давайте даже представить себе трудно это тогда должны выиграть одновременно родители и сын там ну жена сына вот кто-то из них сразу две грин карты должны прийти в лотерею на эту семью причем я не очень понимаю хотят ли родители то есть на этот счет ничего такого нет допустим если бы удалось сын сыну хочется в америку а родители допустим предпочитают там москву подмосковью но они поехали бы в америку случились вот такая возможность или и не поехали эти тоже тоже непонятно в общем я думаю что если вариант с краснодаром и вариант с москвой абсолютно реальный то есть но но то есть сто процентов реальный каждый то вариант с америкой скорее всего запредельно нереальный я я не могу себе представить в тех обстоятельствах которые нам нарисовали то есть шесть человек должны сняться и отправиться вот тут есть еще один момент тут есть еще один момент значит молодой человек адвокат по образованию и видимо он хочет работать адвокатом я так понимаю вот не не потому что на огороде не хочет а потому что хочет работать именно адвокатом я не знаю насколько у него в краснодаре там с возможностями по этой части но конечно в москве подмосковье у него возможности будет гораздо больше чё уж там говорить то мама родная то есть это не значит он останется без работы в краснодаре но возможно с москвой сравнить теперь если он вдруг оказался в сша а он не хочет копаться на огороде он хочет все таки быть адвокатом то возникает вопрос а в америке то он как адвокатом будет это некий путь то есть он должен будет там пойти поучиться годик он должен будет сдать на экзамен там на прием в коллегию адвокатов и дальше надо будет строить практику какую-то в незнакомой стране и в общем я даже не знаю то есть можно конечно попытаться строить практику на русскоязычном рынке да то есть например там скажем иммиграционное что-нибудь или там по разводам там то есть 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 такая возможность тоже но в общем это путь такой будь здоров у него в целом если вот он там упомянул что ему мешает то что он цыган как бы восприятие людей такое да значит не в нем обязательно благоприятное в америке конечно если он будет на американском как бы поприще так сказать не на русском сугубо не на узко русском а так вот на американском не никто не поймет не заметит и всем пофигу абсолютно то есть это эта проблема здесь решится но у него зато много других сразу приобретется до в виде языка если с точки зрения деток конечно я бы сказал что в америке детки родные но как бы расцветут и все будет здорово я я считаю что когда у тебя детки и ты думаешь о них то это конечно такой вариант серьезный но для рассмотрения но опять нет ответа на вопрос как это произойдет давайте вот допустим что сделать пойти там картошки накопать пойти там я не знаю барашка зарезать или там я не знаю пойти за 3 9 земель и принести оттуда жар птицу понимаете вот мы сравниваем вот такие три варианты как бы совершенно это мне напоминает даже такой классический анекдот сара выбирай одно из трех или ты закроешь окно или два раза получишь по морде понимаете что получается то есть казалось бы у него три выхода а на самом деле всего два в данном случае даже не один поэтому остается москва и краснодар вот я не вижу ничего другого с точки зрения профессиональной с точки зрения возможностей для него и его детей я бы ехал в москву тем более что и родители хотят москву но москву подмосковье это уже отдельный совершенно разговор там не так важно где они там осядут но конечно конечно то есть я мое видение такое что надо 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 ехать туда вот и ради плюс родители ну чё же и родители и дети да вот с точки зрения родителей с точки зрения детей и с точки зрения его карьеры профессиональной ну то есть мы все все факторы ложатся за на эту на эту чашу весов так так бы я рассудил но сами понимаете это как говорится чужую беду руками разведу да значит я так со стороны поговорил там просуждал и я буду очень рад если вот нашему автору письма это как-то поможет может быть увидеть со стороны там свою ситуацию может быть что-то у него там такое прояснится я я не знаю я очень надеюсь я очень хотел бы но я понимаю что как сложно это все и вряд ли те кто пишет там письма и вопросы задают вряд ли они рассчитывают что я состоянии дать им ответ но может быть им даже важнее поделиться чем допустим услышать вот прямо вот это твое решение там или что-то мне так кажется иногда потому что слишком сложно с их тем более удаленно тем более есть вещи которые словами не скажешь в общем такая вот такая вот история счастливы ребят и пусть все будет хорошо